МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых важных событиях, которые произошли в конце минувшей и в начале текущей недели. В региональном правительстве прошло всероссийское совещание, на котором обсудили вопрос, касающийся концессии ЖКХ. И снова люди жгут костры, Рязань вновь затянула дымом. Наш город посетил Юрий Быков, режиссер фильма «Дурак». Ну а теперь обо всем подробнее. 10 апреля в Рязани прошло всероссийское совещание, посвященное теме практической реализации законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях в жилищно-коммунальном хозяйстве. На совещании речь шла о привлечении инвестиций в сферу ЖКХ и концессии как форме управления. На совещании заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Казак напомнил, что президентом страны поставлена задача о переводе неэффективных предприятий с жилищно-коммунального комплекса в формат концессионного управления. В течение последних нескольких лет проводилась непростая работа по совершенствованию правового регулирования в этой сфере с целью создания благоприятных условий, инвестиционных условий для частных инвесторов. По мнению зампреда правительства Дмитрия Казака, необходимо повышать качество услуг отрасли, создавать совместную инфраструктуру в ЖКХ. При этом работа по заключению каждого концессионного соглашения должна быть проведена в интересах населения. Участники совещания отметили, что уже есть немало примеров эффективной деятельности концессионеров. Кроме того, разработан ряд проектов на перспективу по заключению концессионных соглашений, в том числе в Рязанской области. В частности, по мнению Дмитрия Казака, разработанный в регионе проект концессионирования предприятия ЖКХ можно назвать одним из лучших в России. Строится взаимодействие конструктивно, что очень важно, потому что активность, вы знаете, это усыствие Рязанской области может стать примером для других коллег. Потому что активность, деятельность сегодняшней команды, которая стоит во главе Рязанской области, мне кажется, позволяет решать поставленные задачи. В настоящее время правительством России решается вопрос выделения средств на субсидирование перевода предприятий коммунального комплекса в формат концессии. Общая сумма поддержки может составить более 4 миллиардов рублей из антикризисного фонда правительства Российской Федерации. На совещании было отмечено, что полностью достаточным процесс заключения в стране концессионных соглашений пока назвать нельзя. Но в следующем году начнется долгосрочное тарифное регулирование. Тогда, по мнению участников встречи, возможностей по введению нового формата в ЖКХ станет больше. Участниками совещания стали губернаторы, представители банков и потенциальных инвесторов. Все сошлись во мнении, что концессия – лучший формат управления неэффективными предприятиями ЖКХ, так как позволяет их модернизировать, а имущество оставить в собственности муниципалитета. По мнению губернатора Рязанской области Олега Ковалева, главное, что люди будут получать качественные, современные услуги ЖКХ. Для меня важнейшим является, когда мы говорим о том, что в чьих руках будет, важнейшим является обеспечить надежные и качественные коммунальные услуги для наших жителей. Я убежден, что частный оператор будет более эффективно управлять централизованной системой водоснабжения и водоотведения, более жестко контролировать объемы потребления и сброса в сточных вод, работать с неплательщиками. И здесь, конечно, частная компания, здесь частный бизнес будет работать более ответственно и более четко и грамотно. В минувшие выходные сотрудники МЧС вновь были вынуждены усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности. Дымом затянуло несколько районов города. Пожарные расчеты выезжали на тушение огня более двух десятков раз. Подробности в материале Глеба Галошкина. Сразу несколько пожаров произошло в эти выходные. Так ночью в воскресенье на улице Татарской выгорел дотла одноэтажный деревянный дом. На пульт дежурного информация пришла примерно в полночь. Сразу же на место возгорания выехали пожарные расчеты. Кстати, всего в тушении принимали участие 4 пожарных автомобиля и 12 сотрудников МЧС. Однако пламя было такой силы, что несмотря на все старания огнеборцев, деревянный дом был уничтожен. Причины возгорания и нанесенный ущерб сейчас устанавливаются. А вот накануне этого городского пожара в селе Шумыш вечером в субботу также загорелся деревянный дом. Несмотря на то, что строение было обшито металлом, огнем сильно поврежден второй этаж и кровля. Причина пожара и ущерб сейчас также устанавливаются. На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей при 15 сотрудниках личного состава Государственной противопожарной службы. Впрочем, рязанские спасатели сейчас активно борются и с возгораниями сухой травы. Ведь за первые недели весеннего тепла частот таких случаев уже приближается к 700. Общая выгоревшая площадь по региону составляет более 2000 гектаров. Специалисты управления МЧС сообщают, что, как правило, наибольшее количество загораний приходится на праздничные и выходные дни. Тогда люди активно посещают свои дачные участки, выезжают на природу. И в результате неосторожного обращения с огнем случаются порой и трагичные эпизоды. Например, от травы огонь может запросто переброситься на хозяйственные и жилые постройки. Прошедшие выходные не стали исключением. За 11 и 12 апреля произошло 239 случаев горения сухой травы на общей площади 589 гектаров. Наибольшее количество загораний с начала текущего года отмечается на территориях города Рязани, Рязанского, Спасского, Рыбновского, Михайловского, Кораблинского и Клебяковского районов. Сотрудники отдела полиции номер 3, обслуживающего железнодорожный район по городу Рязани, раскрыли недавнее ограбление, произошедшее на улице Вокзальной. Злоумышленник, подозреваемый в нападении, на 25-летнюю Рязанку задержан. В полицию обратились свидетели происшествия. Прохожие заметили, что прямо на улице города мужчина вырвал у идущей мимо девушки сумку и убежал. Подробности задержания прыткового воришки в сюжете Алены Куколевой. Полицейские собрали у очевидцев информацию о внешнем виде подозреваемого. Ориентировку на розыск злоумышленника разослали всем полицейским нарядам. Вскоре сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали злоумышленника. Ну что, теперь на новый срок, да? Угу. Ты давно вышел? Год назад. Сам-то выпьем, чтобы? Конечно. Подозреваемый оказался опытным в криминальных делах. Ранее он уже был судим за хищение и пытался скрыться. Он шел на разные хитрости. Но квалификация оперативников была намного выше. Злоумышленника задержали буквально через пару часов после ограбления. В совершении ограбления подозревается 29-летний житель Московской области. У него изъяли похищенный у Рязанки сотовый телефон. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. По части 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Еще одно преступление, раскрытое полицейскими по горячим следам. 78-летняя Рязанка сообщила, что на нее средь белой дня на улице напал неизвестный. В этом случае выяснилось, что злоумышленник подлый с подтяжка несколько раз ударил пожилую женщину и, пригрозив дальнейшей физической расправой, снял с пострадавшей золотые сережки. Завладев добычей, похититель скрылся. История была такова. В полицию обратилась 78-летняя пожилая женщина, которая сообщила, что ее днем в московском микрорайоне ограбил молодой мужчина. По ее словам, похититель напал на нее, ударил несколько раз и, пригрозив дальнейшей физической расправой, снял с пострадавшей золотые сережки. На место немедленно выехали оперативники. После беседы с пострадавшей стало понятно, что преступник, по всей видимости, грабеж заранее не планировал. Вполне возможно, его действия были обусловлены состоянием алкогольного или наркотического опьянения. Оперативники уголовного розыска направились в близлежащие ломбарды и очень быстро разыскали краденые сережки. Я за сумку дернул, она ее не отпускала, видать, запнулась. Но упал я дернул сильно. Она упала и сумку не отпускала, я сережки снял. Уже через пару минут оперативники были по адресу, указанному в паспорте рязанца, сдавшего похищенные украшения. Там в дворе полицейские заметили двух молодых людей в сильном опьянении. Один из них был похож на владельца паспорта, по которому сдавали сережки, а другой на подозреваемого в разбойном нападении. Сейчас злоумышленники задержаны. На них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ну а в следующем сюжете мы расскажем о работе дорожных полицейских, которые в выходные дни провели традиционные рейды, направленные на выявление нетрезвых автомобилистов, которых, несмотря на плачевную статистику, со временем, к сожалению, меньше не становится. Управлять автомобилем в нетрезвом виде опасно. Это знают все. И самому можно пострадать и посторонних людей, убить или изувечить. Но не останавливает любителей пьяной езды ни штраф в 30 тысяч рублей, ни лишение прав на два года. И, что печальнее всего, человеческие жизни, которые ставятся под угрозу любителями проехаться на пьяную голову. Конечно, рязанские полицейские зорко следят за тем, чтобы пьяных на дороге было как можно меньше. Рейды ГИБДД стали для нашего города уже традицией. За прошедшую пятницу и минувшие выходные в Рязанской области в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» было выявлено 70 водителей, которые сели за руль своих автомобилей в состоянии опьянения. Еще шесть водителей отказались от законного требования сотрудников полиции о прохождении, освидетельствовании на состояние опьянения. Не очень утешительные результаты, и это только рейды. А сколько водителей выезжают ежедневно на дорогу в таком состоянии, остается только догадываться. А вот когда любители покататься пьяными начнут понимать, что поездки на веселе могут привести к совершенно невеселым результатам, это уже другой вопрос. Жители Конищева уже порядком подустали обивать пороги своих управляющих компаний. Дело в том, что со дворов, находящихся сразу на двух улицах района, перестали вывозить отходы. Терпение местных жителей уже заканчивается, в то время как горы мусора напротив продолжают увеличиваться в объемах. О коммунальном недопонимании в следующем сюжете. Во многих районах нашего города жителям приходится мириться с одной малоприятной проблемой. На протяжении многих недель из дворов не вывозятся отходы. Вследствие этого у мусорных баков образуются огромные кучи ссора. К примеру, на улицах интернациональной станко-заводской отходы не вывозились уже около трех недель. Да это форменное безобразие. Вообще перестали вывозить мусор. Что там случилось у них на мусорном полигоне-то? Каждый день, вот в течение почти уже трех недель, тут куча мусора. Если сравнивать конкретные участки города, то на интернациональной с данным положением коммунальные службы худо-бедно, но справлялись. На улице станко-заводской положение приняло катастрофический оборот. Машина сломалась, поэтому... А одна машина закрепляется за... Ну, участок у каждого свой. По словам жильцов, такая ситуация повторяется не первый раз. В прошлом году отбросы не вывозили почти месяц. В этот раз коммунальным службам удалось решить проблему в более короткие сроки. И напоследок хотелось бы рассказать о вечном, то есть об искусстве. В пятницу наш город посетил знаменитый режиссер, наш, между прочим, земляк Юрий Быков. Последняя его картина, социальная драма с озвученным названием «Дурак» произвела настоящий фурор среди зрителей и любителей отечественного кинематографа. О чем поведал режиссер рязанским журналистом в сюжете Марина Комиссаровой. За свою недолгую карьеру уроженец Рязанской области Юрий Быков снял три полнометражных фильма. Совсем недавно, в декабре 2014 года, вышла картина Быкова с лаконичным названием «Дурак». За несколько месяцев картина стала одной из самых обсуждаемых в интернет-среде и завоевала признание на Кинотавре, французском кинофестивале «Дез Арк» и премии «Ника». В моем понимании есть две основополагающие вещи. Во-первых, надо запечатлеть время. Все-таки кино – это способ запечатлеть время. Как книга, как музыка. Ну, книга все-таки сейчас не очень популярный вид искусства. А вот мои дети, ваши дети через 10, 15, 20 лет спросят, как мы жили в это время. Чтобы узнать, как мы жили, какими чувствами, мыслями, какими проблемами, какой-то документ времени нужно будет предъявить. Это раз. Второе – одно дело знать, что все непросто и все не так, как надо. А другое дело всем вместе, как сейчас в зале, сесть, увидеть все вместе и почувствовать дыхание соседа. В толстовке и кедах известный режиссер оказывался простым рязанским парнем, который с удовольствием ответил на вопросы и журналистов, и собравшихся зрителей. Я бы на своей малой родине просто дал людям работу, дал возможность зарабатывать кусок хлеба. Как это сделать? Ну, наверное, есть профессиональные люди, которые, как сказать, должны это придумывать. Но я абсолютно убежден, что это путь в никуда, если, как сказать, сейчас из Гресса получится город-приз. Мне бы этого не хотелось. Просмотр фильма «Дурак» закончился беседой с автором. А такая возможность, согласитесь, выпадает не каждый раз. На сегодня это все новости. Далее в эфире, как обычно, программа подробностей. Гостем в студии стал Елена Петрова, главный врач областного клинического перинатального центра. Речь пойдет о качестве обслуживания пациентов и о работе в учреждении спецкабинетов для оказания необходимой помощи новорожденным и молодым мамам. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Смотрите нас на «Рязанских кабельных». Всего доброго. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин